На придумают дерьма, вот придумают красивый логотипчик, там за 500 тысяч закажут у кого-нибудь там логотип. Все, мы до хера компания, продаем франшизы. I hate sushi, I hate people, я ненавижу людей. Всем привет! Воскресенье! Это значит, что начать его надо с обзора на канале Покашеваре. Обзор на доставку. Сегодня у нас доставка суши. Ну, на самом деле, не суши, а всего подряд у них, как обычно, они занимаются всем. И даже пицца есть. Но называются они суши лав. Или лав суши. Суши лав или лав суши. История вообще этого названия пошла, я его первый раз услышал, когда мне Дима сказал. Он на юге-востоке заказал какие-то суши лав. И что там было? Ну, это было год-два назад, да, ты мне рассказывал? Там было... Не помню по вкусу. Они просто очень популярные были в агрегаторе. А, в агрегаторе, да, и большой типа рейтинг у них. Вот. И у них до сих пор, кстати, большой рейтинг у агрегаторов. Но я заказал через их сайт непосредственно. И мы ждем суши лав. Обещали в ближайшее время. Все. Переходим к обзору. Славные новости от Cheesecake.ru Ежемесячные. Какой промокод, вы меня спросите? Покашеварим 8. Промокод дает 40% скидку на весь ассортимент вкуснейших десертов. А только такие на Cheesecake.ru. И подарочек. Если вы закажете от 1990 рублей, то в подарок вы получите ваши любимые тарталетки с малиной. 4 штуки. Прям вот такую коробочку. А если вам таких ништяков мало, то с 21 июля по 1 августа Cheesecake.ru разыграет iPhone XS среди покупателей. Вы автоматически участвуете в розыгрыше, если делаете заказ, минимум на 990 рублей. Все ссылки в описании и на Cheesecake.ru, и на акцию, чтобы вы почитали и ознакомились. Заказывайте. Очень вкусно, очень разнообразно. Кайф, а нюти гарантирует. Еще и подарок получите. Сдачу они дали уже вот в таком вот виде. Сформированную, с 5000 рублей. А хотя, может, это и не сдача вовсе. Нет, там бабло. Не за обзор. Хватит писать уже комментарий. Так, это какая-то закуска необычная, сырные шарики. Тут буклеты. Буклеты. Очень много сетов у них. В конверте еще дают вот такие вот жвачки. Ой, 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 ой. Я заказал вот эти пирожки. У них есть они гири, называются. Никогда не пробовал. Мне интересно просто, насколько это востребованный вообще формат может быть. Дмитрий, видите, мы заказываем на Дмитрия, поэтому они подписывают. Очень симпатично все указано. Конечно, это нельзя считать маркировкой, потому что нет ни сроков, ничего такого. Но какая-то наклеечка есть. Облепиховый морс. Куча соевых соусов. Это нам на четверых дали. Чтобы вы понимали, вот это количество, это на четверых людей. Столько мы указали в заказе. Давай взвесим пиццу. Она должна весить, что на сайте непонятной информации, 490-620. Хотя я не помню, что там была возможность выбора. Весит 480. То есть, в любом случае, даже до нижней границы не дотянули, ребята. Пицца называется Cheese Love. То есть, ну, для тех, кто любит пиццу. В принципе, из описания, да и внешне я вижу, что тут использовано действительно 4 разных сыра. Помимо всего прочего, тут насыпано орегано. Это зашибись. И в описании есть чесночное масло. А запах я, в принципе, наверное, чувствую. Хотя сейчас лучше по вкусу попробовать. Это тонкое, тонкое тесто. Приятно выглядящее, честно скажу. То есть, когда немного теста и столько начинки, есть шанс, что это не будет сухо. То есть, это такая пицца в стиле, ну, не знаю, Космика. Вот мы заказывали еще несколько мест. Тоненькая, тоненькая пицца. Могу назвать это пиццей, по большому счету. Цена вообще не демократичная. Тоненькая, 479 рублей. Это дорого. Причем написано, сыр с благородной плесенью. Такой плесень граф. А ладно. Шутки за 300 пошли. Удивительно. И не дурно. Эта пицца уже максимально остыла. И я ее съел, и мне не сухо. То есть, в принципе, соотношение сыров и теста хорошее. Сочетание сыров хорошее. Красный соус добавлен как бы в белую пиццу. Ну, это такое решение. Ну, в принципе, например, Папа Джонс тоже всегда добавляет красный соус. И это неплохо. То есть, эта пицца обладает вкусом, обладает сочностью. Неплохо. Неплохо. Не шедевр, но неплохо. То есть, в принципе, ее съесть можно. Эта пицца не уйдет в утиль или в помойку. То есть, в принципе, мы сегодня ей даже покушаем. Так, ладно. Суши лав. А начали мы с пиццы, которая оказалась весьма не дурна. Что у нас еще? Давай из тепло-горячего. Хотя тут все уже, конечно, остыло. Это у нас суп том ям. Нет, который феноменально горячий, кстати. Про суп-то я зря наговариваю. И лапшичка. ВОК у нас весит 319 граммов. Сколько он должен весить? Я не знаю, потому что на сайте у них ВОКе тупо конструктор. То есть, там нет такого понятия, как сформулированный ВОК. В общем, сколько он должен весить, непонятно. Наверное, если сложить все ингредиенты, то станет понятно. Но я не помню, там, по-моему, отдельно по ингредиентам нет весов даже. Так, вот лапша. Смотри, мы перевернули. Это нижняя часть. Я выбрал соус терияки, кажется. Лапшу. Овощи. И курочку. Да, вот сейчас вы видите на экране итоговую стоимость всего этого. Честно, довольно бедненько. То есть, вот как-то вот, как-то вот не наложено. То есть, курицы тут несколько кусочков, овощей как-то совсем скудненько, немножко кунжута и все. И в основном лапша. То есть, это, наверное, одна из самых бедных лапшичек, которые вообще мне попадались. Давай попробуем. Да, это в основном лапша. Соус нормальный, вкусный, обычный, ну, вот покупной такой кисло-сладкий терияки. Ближе к кунаге. Он слаще почему-то. Странно. Курица мягкая, потому что здесь использована куриная бедрышка. Но настолько мало, что, как бы, не наешься. Нет, ну, в смысле, ты наешься. Тут, на самом деле, по факту-то, как бы, целая тарелка еды. Ты, конечно, наешься. В этом магия воков. Что ты, несмотря ни на что, наешься, вок. Вот. Не топовый вок, но съедобный. Проблем в нем я не обнаружил. Никаких, кроме, конечно, маленького количества начинки. Потому что, когда у тебя уже, там, вок готовый, ты нажимаешь кнопочку «Добавить вок», а там уже овощи, курица. Ты такой, ну, ладно, как бы. А тут ты вынужден нажимать на кнопочку «Добавить курицу плюс, там, 50 рублей», «Добавить овощи плюс 40 рублей». И ты понимаешь, что, там, тебе добавили курицы как-то вообще не на 40 рублей. Или сколько там это стоит. Тоже сейчас вы это видели на экране. Я всегда все-таки за то, чтобы поменьше морочить голову заказчику. Есть у вас гречневая лапша, есть удон пшеничный, есть рисовая лапша. Ну, так сделайте, там, три вида с удоном, три вида с собой и три вида с фунчозой. Ну, кто вам мешает? С курицей, с овощами, с говядиной. С курицей, с овощами, с говядиной. Человек нажал, и все, и не парится. А вот эти конструкторы все, эх, блин, еще бы пиццу самому собирать. Кстати, у них такая функция тоже есть на сайте. Суп том-ям. Ох я какой, блин, дофига придирчивый к супу том-ям в последнее время. Да просто в Таиланде был недавно. И у нас есть в Москве топовый суп том-ям. Кто ел, те знают, о чем я говорю. Суп том-ям. Он должен весить 300 граммов. Ну, здесь плошка, в общем-то, 350 миллилитров, поэтому 300 граммов он даже больше весит. Смотри, хорошо бульона положили. Кстати, удобная плошка. Написано, что они делают на основе куриного бульона. Эй, 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 дядь, я не пойму, а где начинка? Ты, сколько, 250 рублей, но это дешево для том-яма, но, твою мать, ты посмотри, это что это вообще такое? Где вся начинка? То есть, тут 98% это вот этой жижи, которая якобы бульон, мы сейчас посмотрим, конечно. Тут даже, на самом деле, видно, несмотря на то, что тут добавлена явно соевая паста том-ям, видно, какая прозрачненькая вот эта вот жижка. Но начинки феноменально мало. Все, я закончил с этим том-ямом, это не том-ям, это какая-то совсем неудачная пародия, короче, на том-ям. Да даже не пародия, а просто, мне кажется, вот когда человеку скажешь, не знающему, как делать том-ям, чувак, сделай том-ям. Дать ему вот банку пасты том-ям, да, и наложить кучу ингредиентов. И он вот сделает вот такую шляпу, короче, отвратительный том-ям, там еще внутри лежит лимон, который отдал всю свою горечь. То есть, этот том-ям еще и горький, обычно добавляется лайм, и то там не всегда внутрь, да, в идеале кофир лайм, у него не такая горькая цедра, а здесь просто ужасный том-ям. Ужасный том-ям, 0 баллов, не покупать. С креветками и грибами, блин, вы видели эти креветки, да? Так, ну ладно, горячие, ну давай, давай запьем при вкусном яме, кстати, абсолютно теплый морс. Маленькая баночка, 24 градуса комнатной температуры. Облепиховый морс стоит он 49 рублей всего, это адекватная цена, 300 миллилитров. Конечно, был бы пол-литра, вообще бы сказал, вообще адекватная цена. Ну, вопрос, конечно, всегда концентрации. А ну, нормальный морсец. Ну, то есть, вообще не обламываюсь. Да, тут ложка не будет стоять, как бы, от облепихового сока, но, наверное, за 49 рублей особо другого и не надо. За 49 рублей надо, чтобы запить с привкусом облепихи. Тут есть привкус облепихи, возможно, добавлен какой-то дополнительный сиропчик облепиховый, ну, типа вот манини, я не знаю, есть такой сироп или нет. Если тут ягоды облепихи, я не знаю, судя по прозрачности, что-то там плавает, наверное, все-таки они добавляют протертую облепиху. То есть, тут не тупо сироп, но сироп тут тоже есть. Прям вот явно есть сироп, потому что плюс к вкусу морса облепихи, а это облепиха, вода и сахар, да, есть еще какой-то привкус такой стройненький. Чуть-чуть, но он не напрягает. Нормальный, нормальный морс. Так, что у нас? Ну, давай попробуем, давай, давай, давай вот это вот, это, фу, блин, я уже смотрю на этого лосося, и я в ужасе вообще. И на эти маленькие, маленькие, квадратненькие ручки, ну, посмотри, как это выглядит, блин. Ну, почему это вот так вот? Почему оно вот такое? Почему так мало? Что такое? Почему он такой липкий? Что? В чем вопрос? Ну, посмотри. Ну, это капец, это капец. Это самая рукожопая сборка роллов, которую я видел за последнее время. И это, нет, это не случайность, вот еще один, Philadelphia Spicy, а это просто Philadelphia, рукожопость еще больше, чем просто Philadelphia. И Philadelphia Spicy отличается от Philadelphia только тем, что здесь сверху наложено немножко соуса spicy. Прямо, сука, на лосось, то есть вообще без каких-либо задумок. О май гад, о май гад, что это за еда? Вот, я чек, кстати, смотрю насчет, возвращаясь к ВОКу, да, овощи 40 рублей, курица 90 рублей. Вот эти 5 кусочков, это 90 рублей. Лапша 119, соус 30. Где же суши? Я точно помню, что я вроде нажимал суши лосось 69 рублей. Мне не положили суши лосось. Ну, то есть мне совсем не положили суши лосось. Зато о нигири положили две, хотя я не заказывал о нигири, вот, о нигири Филадельфия. Я такое не заказывал. Ну, в смысле, не заказывал в двух экземплярах. Ну, видимо, они посчитали правильным заменить мне суши лосось на о нигири. Видимо, повар делал-делал и такой, а, случайно лишнее сделал. У нас три ролла здесь. Три ролла. Филадельфия. Филадельфия Спайс, которая почему-то на 50 граммов больше Филадельфии весить должна, но явно не весит на 50 граммов. Кстати, с этой стороны более-менее выглядит. Я вам с этой стороны показывал, да? Тут убого, конечно. Тут как-то сносно более-менее. Так. Чё бросается в глаза? Вот, например, в Филадельфия Спайс написано состав лосось, огурец, сливочный сыр, спайс и соус, тамаго. Тамаго это омлет. То есть внутри, помимо огурца, должен быть какой-то омлет. А внутри, помимо огурца, нет никакого омлета, понимаешь? Даже на фотографии у них нарисован омлет этот. Хотя на фотке больше похоже на авокадо. Ну, давай мы вместе всё это взмесим. 460, две Филадельфии и плюс ролл, который называется Гейша-сан. Опять, кстати, в нём тоже есть тамаго. Давай посмотрим. Но вместо тамаго там какого-то хрена есть. Помидор, по-моему, или болгарский перец. А, подожди, это может быть не этот ролл. Сейчас мы посмотрим. Это туна. Это тунамикс. Тунец, помидор. Вот здесь вот всё соблюдено, смотри, да? И кальмар. Вот кусочек кальмара, вот кусочек тунца. Блин, на него, кстати, страшно смотреть даже внутри. Это шиш. О май гад. Боже мой, какой тунец прекрасный, в кавычках. Ужасный тунец, на самом деле. 200 граммов. Короче, 460, 660 граммов должен весить вот этот комплект. 660 граммов. Давай посмотрим. Ну, я думаю, весит, на самом деле. 686, минус коробочка, минус васаби, который здесь в комплекте. И, в принципе, наверное, небольшой недовес есть, но к нему придираться не будем. Так. Соевый соус. Такой же, как в Достоевском, кстати. Хотя, да, по-моему, прям вот даже, только цвет чуть другой, а так, такой же. Почему он пахнет кисло? 12 июня 2016 года, а срок годности 6 месяцев. Нет, нормально. Это просто такой кислый запах. Так и должно быть. Ладно. Давай замешаем сейчас в этот соевый соус. Соевый соус, кстати, посредственный. Мне не нравится он. Он невкусный. 14 года? 19-го. Нет, 16-е. Подожди. По-моему, там все нормально было. 19-й год, 12-й, 06-й. Ну, и, кстати, на той почке она этой. Тоже самое. 13-я, 06-я. Даже посвежей. Ну что, давайте начнем с Филадельфии обычной. Возьмем кусочек, который более-менее прилично выглядит. И погнали. Здоровья мне и вам. Ладно, Спайси. Огурчик хрустящий. Лосось вообще не чувствуется. То есть, как будто его нет. Спайси нормально. Спайси, кстати, вообще заходит. В общем, всем плохим доставкам сверху наливать Спайси. Небольшой вот этот вот чесночный привкус, перечный привкус соуса Ширирача. И мазик зашибись. Убогие роллы. Ну, я не знаю, что сказать. То есть, роллы с такой рыбой, с таким количеством начинки, особенно как вот на этих крайних роллах, их вообще будет невозможно есть. Один рис. Ну, давай я рискну вот этим тунцом. Тунец. Я сейчас решался дожевать, проглотить или нет. Не потому что я абсолютно на 100% уверен, что там что-то не так, а потому что странные какие-то ощущения во вкусах. Привкуса протухшего чего-то нет. Все-таки. Поэтому я решился все-таки это съесть. Рискнул своим здоровьем. Но очень странный по вкусу какой-то такой прям кисловатый, кисловатый, какой-то непонятный, короче, вкус. Нет, все-таки, наверное, нет тут испорченного продукта. Ни тут, ни тут. Но в целом вот в этой плошке есть испорченное настроение. Мое. Такие роллы. Я не хочу видеть у себя на столе. Я не хочу советовать такие роллы, чтобы были у вас на столе. Эта еда недостойна как бы человека, я считаю. Вот настолько все плохо. Да, суши лав. I love суши. Эта еда недостойна. Внимание. Убогая рыба. Посредственный рис. Сливочный сыр. Ээээ. Че еще надо для того, чтобы упороть блюдо под названием роллы. Молодцы, вы смогли это сделать. Это, конечно, я не знаю, как нам пробовать. У них, кстати, абсолютно вообще отсутствует угорь как класс. У них нет роллов с угрём. Есть ролл, который похож на ролл с угрём. Нашёлся ролл, кстати, по какой-то акции. Вот на, я смотрю, на сайте он у них 300 рублей, 299 стоит. Но нам его предложили, поэтому у меня не было скрина. Так, 210 граммов должен весить, 225 он весит. Ролл максимально странный по начинке. Потому что, ну, у них такие есть роллы. Там у нас лосось-гриль. Нифига себе. Окун-терияки, помидор, сливочный сыр, белый соус, унаги-соус, кунжут-микс. То есть, соус просто тупо белый. Давай посмотрим, что реально. Первый вопрос по поводу лосося-гриль. Я не знаю, насколько он гриль, но, по-моему, это очередная мазанка лосося. Сейчас смотри. О, блин, достался. Лосось нифига не гриль. Опять введение в заблуждение людей. Почему вы не можете писать, ну, не лосось-гриль, напишите просто лосось охлаждённый. Ну, у вас, правда, замороженный чилийский, да. Здесь окунь, сливочный сыр и вот это вот всё, короче. Вот такой вот ролл. Сверху тут нет никакой рыбы. Это вам кажется, что тут угорь лежит и полит ещё унаги. Нет, тут просто полито соусом унаги и всё. Пока мы этот ролл искали, я увидел, что это очередная франшиза, понимаете? То есть, это... Да, вот это практика. Вы уже заманали делать вот такой продукт и продавать свои санные франшизы. А вот кто покупает эти санные франшизы, хорош. Послушайте, вот умных, с кем интервью тут было недавно? Кто-то рассказывал, блин, я не помню, короче. На ютубе кто-то рассказывал. А, блин, нет, забыл. В общем, умная мысль. Если франшиза хорошая, её продавать никто не будет. Сам хозяин её себе покупать будет. А продают дерьмо всякое. Впаривают. То есть, купите нашу франшизу. Если франшиза хорошая, за ней очередь будет стоять. Как за дуду пицца. И не каждого возьмут. У тебя хоть там сто миллионов на кармане будет, не факт, что тебя возьмут. Там и тебе франшизу продадут. Вот это подход. А когда вот это, вот это вот всё, понимаешь, они брендик сделали, да? То есть, сделали логотипчик, блин, сделали сайтик, который тоже там хрен поймёшь. Вон, гунканы у них заказываешь. А там непонятно с чем гункан. Просто, понимаешь, текст вот так размещен, что непонятно с чем. Спайси гункан, с, и всё, и картинка обрывается. И вот ты указывай. Нет, там внутрь можно зайти посмотреть, конечно. Я же не как Паша Комяк, который на карту тыкал. Чё-то карта не двигается. Паш, привет. Вот карта высветилась. Нажимаю правой, левой. Бесполезно. Карта никак не меняется. Ниже, выше тоже ничего не получается. Так, ладно. Это такое, наш внутренний мемасик с ним. Короче, я серьёзно, меня вымораживают эти франшизы. Вот настолько вот вы конкретно, Суши Лав, вот эти Суши Вок, вот кто там с вами, Суши Шоп. Вы настолько извратили понятие франшизы вот у нас здесь вот в нашей стране, что просто фу на вас. Вы не делаете хорошее дело. Вы пытаетесь бабок заработать. Научите людей делать хорошие роллы. Научите делать хорошо. И с хорошей рыбой, с хорошей заправкой, с нормально там, с красиво нарезанными огурцами. Сворачивать их хорошо, научите. И продавайте тогда франшизы, понимаешь? А когда вы на рис научились класть ссанный замороженный лосось и продаёте франшизу, каждый в этой стране умеет на рис класть ссанный замороженный лосось. Давай попробуем их роллы тут. Извините, если я слишком резок. Да я слишком нежен на самом деле. Заманали, блин. На придумают дерьма. Вот придумают красивый логотипчик там за 500 тысяч закажут у кого-нибудь там логотип. Всё, мы, б***я, компания. Продаем франшизы. Человек после того ролла хрустит, не пойму. Косточки шутят. Ладно, это я уже прикапываюсь. Я говорю, ну ладно, у них вот ещё есть роллы. Gold chicken, то есть там баклажан белый. Чего баклажан? Грецкий орех. Это вот этот ролл. Вот этот вот с шапочками. Кстати, грецкий орех на фотографии нарисован сверху, а здесь не нарисован почему-то. Так, вот. Вот такой вот есть, например, витаминный. Баклажан, грецкий орех, грибы, лук, порей, ореховый соус. Вот это бомба, кстати, будет, наверное. И ещё с икрой масса, горочек, вот тут, вот тут, надо же, боже мой, всё, я наговорил. А тут вот есть этот омлетик, посмотри. Омлетик. И свёрнуто вот это, кстати, выглядит гораздо лучше, чем предыдущий набор у нас. Вот он этот омлет-то. Ну, кстати, вот аккуратнее гораздо свёрнуто. То есть здесь, в принципе, даже сказать плохого нечего. Нормально свёрнуто. Если с одной стороны посмотреть, а с другой стороны, вот такое вот вам попадается. Вот такое вот, вот такое. Ну, или вот такое вот. 650 рублей это чудо должно, ой, 650 граммов весить. 641 недовес, ещё и васаби, и коробка. Итого, в принципе, довольно существенный недовес. Ну, процентов 5, процентов 5, как бы. Тоже не придираемся. Давайте теперь более предметно посмотрим внутрь. Я очень хочу найти баклажаны. Где? Где тут баклажан, я извиняюсь. Вот, курицы кусочки вижу, да? А баклажана там нет. Подожди. Давай возьмём другой кусочек. Тут же будет баклажан? Помидор вижу. Курицу вижу. Ну, как бы, нет здесь баклажана? Или вот это баклажан? Это ещё какая-то хрустящая херня. Ну, короче, вот этот ролл недоделан. Тут, во-первых, нет грецких орехов вообще ни в каком виде, да? Ну, возможно, они там где-то внутри есть. И, во-вторых, нет баклажана. То есть, этот ролл недоделан. Давай попробуем его. Рис невкусный, липкий, очень ближе вот к каше. То есть, ещё не каша, не совсем вот, как бы, клейстер такой единый. Там чуть-чуть рисинки чувствуется. Ну, уже просто за гранью, за гранью, когда бы я сказал, что нормально. Нет. Значит, что касается этого ролла. Во-первых, есть ощущение, что он абсолютно безопасный. Его можно точить, не боясь за своё здоровье. Потому что там нет свежей рыбы. Там курица, она хотя бы сваренная. Сливочный сыр. Это масло, а не сыр. Невкусный. 240 граммов, 200 рублей стоит такая штука. Я не знаю, для кого это делается, серьёзно. Ну, съесть можно, окей, ладно. Признаюсь, что вот этот ролл, в принципе, съесть можно. У нас вот ещё витаминный, витаминный. Грецкий орех, грибы, лук-порей, грибы где? То есть, вот где это всё? Иди сюда. Витамином тоже должен быть баклажан. В каком виде тут вот баклажан, я не понимаю. Ну, грибы, ладно. Вот, похоже, кусочки грибов есть, да? Помидор есть. Лук-порей где? Ну, наверное, тоже есть. Какой-то ореховый соус. Где этот ореховый соус? Мне его где искать? Какие-то странные у них описания. То есть, блин, они не соответствуют действительности. Окей, лук-порей есть, официально заявляю. Баклажаны нет. Орехового соуса тоже нет, есть орехи. Может быть, рубленые орехи это и есть? Ореховый соус. Слушай, ну это за гранью, я не знаю. То есть, ну, реально, пицца нормальная. Может быть, ребята, вам сосредоточиться на той теме, там, тесто доработать, там. И лучше пицца лав открыть свою. Хотя, возможно, и есть, кстати, я боюсь предположить. Ну и давай вот это вот с омлетиком тоже чудо попробуем. Тут смотреть нечего. Омлет, сыр и всё. И вот этот рис отвратительный. Ужасно. Ужасно. У них рейтинг, кстати, у них вот несколько точек. Дим, прикинь, рейтинг, вот, который нам возили, видимо, из Химок. Или из Путилкова. Нет, дождем. Химки 3,8. О, Путилкова 4,0. Давай отзывы посмотрим. Просто ради интереса. Цены не кусаются, Наталья написала. Но есть заедение повкуснее. Ох, Наталья, как вы правы. Дерьмо весь сайт-то я не видел. Оплаты и доставки уже оплаты картой. Ну, кстати, сайт нормальный, более-менее, заключаем низких косяков. Очень вкусные роллы. Готовят прямо при вас вежливый персонал. Рекомендую. 5 баллов Роман поставил. Сегодня попались волосы в роллах. Причем в премиум. Магаз в топку. Еще есть и премиум роллы у них. Прикинь. Вкусные роллы. 4 балла. Персонал вежливый, но роллы фигня. Один рис, начинки жалеют. Да. Вкусно, быстро, удобно. Заказан на доставку. По вкусу и качеству еще ни разу не подвели. Отвратительные роллы. На вид дешевые продукты. Подозрительно низкие цены. Цены с двумя Н. Гастрит и дристос. Женек. Женек, береги себя. Больше так не надо. Вкусно, быстро, вежливые. Вкусно, быстро, вежливые. Быстро, может быть, вежливые. Может быть, вкусно. Ребят, я не знаю. Ну, может быть, я такой уже. То есть, я уже, блин, ну, реально зажрался, наверное. Ну, просто, возможно, ну, может быть. Я вообще не исключаю такой возможности, что вкусы людей разные. То есть, я это не приемлю для себя. Вот это все, что здесь. А, возможно, людям это действительно нравится. То есть, возможно, кто-то из 90-х годов привык есть такие роллы. И они получают удовольствие. Им действительно нравится. Я не могу осуждать этих людей. Если у них такой вкус. Я заранее перед всеми извиняюсь. Вы имеете право на это мнение. Я имею право на мнение, что вот эта еда, это полнейшее дно. Я такие роллы есть. Не хочу, не буду. И буду всегда и всем на своем канале говорить о том, что так не должно быть. Должно быть, как Достоевский, если не косячит. Должно быть, как, ну, суши. Должно быть, как отличные суши. Как вкусные суши. Как мариман. Как ниндзя суши. Теперь и ниндзя у нас добавились. Вот в мои приоритеты. Лидерство. Вот что должно быть. А не вот это все. Народ, забывайте вы про эти все. Ну, вы знаете весь этот список. Суши-шоп. Суши-вок. Автосуши. Вот это вот. Типа автосуши. Вот такая же херня, короче. Зато франшизы. Я не могу. Сука, бесит, Дим. Ну, реально. Вот наделают дерьмо и франшиза продают. Запеченные суши с его. Запеченные суши с его. От сайта. Скрин с их сайта. Понял? Я купил запеченные суши с. Понял? Они, кстати, все были политы сверху соуса мунаги. Но они и холодные гунканы, и якобы запеченные суши они сложили в одну коробку. В одну коробку они сложили все вместе. Я как должен разбираться? Вы в шахматном порядке. Как вы это положили, блин? Суши-лав. Надо называться. I hate sushi. I hate people. Я ненавижу людей. Вот ваше название. Как в этом разбираться? Вот почему вы запекли суши, сука, газовой горелкой? Я понять не могу. У вас что, саламандра нету? Или хотя бы в духовке? Тут один причем запеченный ролл. Вот иди, Дим, посмотри. Ну, пипец. Понимаешь? Вот смотри. Вот они все вроде бы холодные. Вот этот вроде бы запеченный. Ну, как бы кажется. И вот этот. И типа все. Газовая горелка. Это просто вот. Ну, давай вот посмотрим, что тут с лососем. Бедный лосось. Как мне жалко этого лосоя. Смотрите, кстати. Начинки нормально кладут. Ну, то есть, в принципе, не это. Ладно, я что? Другой вопрос. Что это лосось, который, блин, вообще бы лучше в глаза не видеть? А это что? Это еще какая-то фигня. Это тоже запеченный, что ли? Вот это с лососем, и это с лососем. Но они отличаются, Дим. Видишь? Вот это-то это. Они вообще разного цвета. Или что здесь? Что за замес? Креветка. О, креветку я съем. Креветка безопасная. Запеченный суши. Краб у них называется это. В позиции. Ну, это крабовые палочки, да? Корчелана, блин. Они гири. Они гири. И тут, кстати, лосось лучше выглядит. Вот это удивительно. На фотках они обернуты еще, например, ну, вообще вот. Сюда добавляется листок нори, чтобы удобно было взять. Чтобы ты не рис брал, а за нори взял. Что хочу сказать. Тут почему-то у меня как бы нет. Это все равно все тот же лосось остается. Но посмотрите, он здесь приятно выглядит. Он плотный. Тут нет такого ощущения, что он мажется, да? Он нормальный. А внутри огурец. Огурец и сливочный сыр. А в этом они гири, который якобы должен заменить мне. А здесь то же самое. Суши с лососем. 150 граммов. 100 рублей стоит. Я не знаю, как есть они гири. Я, честно говоря, не очень понимаю эту штуку. Кстати, может, я и зря так бомбил на рис. Более-менее рисокчик. Такой съедобный. Ну, в общем, формат они гири мне непонятен. Я так и думал. Это я больше себя проверить. Но здесь... Немножко адекватный лосось такое ощущение, понимаешь? Он еще хочет жить. То есть, у него есть даже какие-то перспективы в жизни. Ладно. В общем, они гирями закончим. В общем и целом. Виталь пробомбился. Давно не бомбился. Вообще, я хочу хорошую доставку, а не плохую. Это плохая доставка. Пла-плохая, как анекдот про Лукашенко. Какой анекдот? Плохая, хорошая. Плохая. Картошку перебирал. Ну, старый анекдот. Я не помню суть его, правда. Ты мне рассказывал, что втроем Буш, Путин, Лукашенко. Гребли в этом в лодке. И потом что-то про выборы. Там панчлайна я не помню. В общем, суши отстой. Все. Точка. У них есть рисовые шарики еще какие-то. Действительно, вот понимаешь, надо франшизу покупать, чтобы узнать, видимо, вот этот секретный рецепт шариков из сливочного сыра. Здесь обваленных. Блин, я не могу. Ну, то есть это гребаный эксклюзив, понимаешь? Это сливочный сыр такого себе качества и вкуса. Обваленный в кунжуте. И в грецких орехах. Закуска из сливочного сыра с грецкими орехами. Ну, так и есть, да. Посыпанными. Семенами льна и чая. С заботой о вашем здоровье. Я люблю сливочный сыр. Даже не очень хорошего качества. Все равно это довольно, в принципе, вкусно. В сочетании с хрустящим кунжутом, орешками и так далее. И что из этого семена чая, правда, непонятно. Я не знаю. То есть, блин. Это же куча людей ест. Ест. Приносят в семью. Кушают, там, пьют. Им хорошо. Этим людям хорошо. А я говно такое тут, понимаешь. Вот пытаюсь сказать какие-то неприятные вещи про эту еду. Кто я такой, чтобы вас осуждать? Кушайте. Отговаривать не буду. Я буду пытаться не отговорить вас от этого. А уговорить вас на хорошее. Вот что я буду пытаться на своем канале. Мне кажется, мне кажется, уже большое количество людей. Может быть, даже огромное. Я не могу представить, сколько это. Мне все-таки удалось убедить, что лучше иногда заплатить больше за эти деньги. получить больше, получить качественнее. И по итогу у вас выйдет еще дешевле. Потому что иллюзия того, что здесь дешево, это лишь иллюзия. В хорошей сушильне тебе там за 400-500 рублей дадут здоровенный ролл Филадельфия, где не будет такого лосося, где не будет такого сливочного сыра, где будет все идеально аккуратненько сделано, чтобы ты кайфанул. И ты почувствуешь и вкус рыбы, и вкус идеально заправленного риса, хорошо сваренного риса. Нет, хотите, покупайте за 300 рублей вот такую вот, вот такое вот. Вот когда вот кусочек вам вот так вот положили, какой-то убогой рыбы. Хотите, кушайте, все. Тогда не слушайте меня. Ставьте дизлайки. Я все-таки за то, чтобы, блин, если уж кушать, то вкусно кушать. Лучше меньше. Или реже, но вкусно. Я в полном шоке. Да нет, я не в шоке, потому что это абсолютная практика. Вот это все, что здесь, вот это все, это абсолютная практика современной жизни. Это рынок вот суши, вот такой вот он. Вот убогий, вот такой вот, хромоногий, слепой, неаккуратный, неопрядный. Вот он такой вот. Так делает большинство. Я вас с этим поздравляю. Я вас с этим поздравляю. В кавычках, конечно же. Ладно, все, я не смогу остановить. То есть тут проблема не в суши лав, как таковых. Хотя нет, они тоже делают отстой, так же, как и многие другие. Тут проблема в целом, она масштабная, понимаешь? Как коррупция в нашей стране. Вот так же и вот это вот все. Проблема в том, что это практика. Практика, которая покупается. И вы пока это покупаете, так и будет продолжаться. Ну ладно, будем потихоньку вас вытягивать из этой паутины отстойной еды к хорошей еде. Среди тех, в общем, занос. Ух, боже мой. Ладно, давай выставим оценки. Все, закончим. 43 балла. Это капец какой низ, ребята. И у этого есть франшиза. Из всего, что было, вот, что мы здесь пробовали, достойное, достойное, это то, что в принципе может доставить удовольствие, это пицца. Суши лав, пицца, понимаете, да? То есть вы заказываете суши лав. Единственное, достойное, это пицца. Твою мать, просто вот такой вот перекос в парадигмах. Цена 3. Иллюзия недорогой цены. Вкус-качество. Я ставлю 1, потому что по-другому я не могу, потому что это 1, это 0. 1 за пиццу. Все. Соответствие 2. Мне кажется, все, кто вот не указывают, то есть не соответствует описание тому, что по факту, это вот прям капец как неправильно. Там указаны баклажаны и орехи, например, нет орехов, нет баклажанов, там еще что-то у нас были какие-то несоответствия. Как это так вообще? Сервис 3. У нас нет вилок, у нас все там перепутано, то есть ролл с лососем не положили мне, видите ли, в суши. Вот. Запеченные роллы, блин. Не запеченные, а газовые горелки подпаленные. Скорость 3, кстати. Я не упомянул, сколько они везли. Они везли 1 час 50. Хотя находятся не очень далеко. Температура 3. Пицца была уже на грани. Уже на грани совсем. Самый горячий был суп том-ям. Ну, твою мать. Я не могу простить такой том-ям. Он хоть будет самый горячий в мире, этот том-ям вот сегодня отправится в слив. Знаете куда? Знаете, где у каждого слив, да? И лайк. Блин, я даже не знаю, ставишь ли ты лайк, будешь ли ты специально у них заказывать. Может быть, я и буду. Ну, кстати, хрен его знает. Ну, не в плане там я для дома закажу. Может, какой-нибудь переобзор когда-нибудь, да? Может быть, там они исправятся. Там все мне пришлют. Вот как вот. Мосгур пицца. Был пример, да? Когда мы первые пиццу их заказывали, это был просто полный шлак. А потом там пришел какой-то шеф, какой-то что-то. Я не знаю, как сейчас там. Ну, вот я переобзор снимал. Тесто другое, начинки нормальные, как-то выпечено. Мосгур суши так и осталось дном, насколько я знаю, но вот часть их, которая выпекает пиццу, она исправилась. Такое бывает тоже, ребят. Там, суши-стор, например, когда-то это было ни о чем. Потом они сделали свое Excel-меню, где добавили рыбку охлажденную там. Стало хорошо, понимаешь? То есть, бывают моменты, когда что-то исправляется. Может, и эти ребят за ум возьмутся, скроют с сайта информацию о франшизе. Не надо это продавать. Это, сука, как эпидемия. Это будет дальше распространяться. Не надо вот это вот распространять. Не покупайте франшизу такую. Вообще не покупайте никакие франшизы. Сами лучше откройте. Может исправиться, хрен узнает. Поэтому, как бы, естественно, для себя заказывать не буду, но потенциально еще один заказ. Он не исключен никогда, ни в одном обзоре. Все, ребята, я не знаю, что сказать. Я слишком много в этом ролике наговорил. Никого не хотел обидеть. Извините меня, если вы любите такие роллы. Простите, пожалуйста. Любите их дальше. Лучше не смотрите мой канал. Потому что я буду всегда говорить плохо про такое. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, колокольчики. Бздямк. Вот что-то бздямкнуло, короче. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok